Всем привет, это Skip и сегодня мы будем собирать из коробки Cannondale Trail 5. Я покажу вам, как этот велосипед упакован с завода, что идет в комплекте, что нужно для того, чтобы собрать этот велосипед. Сложно это будет или не сложно? Сейчас мы с вами это выясним, погнали. Какой инструмент нам для этого может пригодиться? Производитель указывает сразу на коробке. Это обычная твердка, крестообразная твердка и шестигранники на 5, 6 и 8 миллиметров. Это достаточно нередкий инструмент и я думаю, что его найти можно практически в каждом ящике, в каждом домашнем наборе инструментов. А если вы велосипедист, то в принципе это все будет в вашем мультитуле. Для начала давайте вскроем коробку и посмотрим, что у нас идет внутри в комплектации вместе с велосипедом. Упакован вел достаточно неплохо. У нас есть уплотнитель возле заднего колеса, чтобы рама не болталась. Есть специальные вставки пластиковые со стороны переключателя, со стороны ротора, со стороны ротора колеса и достаточно мы видим, что круто упакована вилка. В принципе все сделано так, чтобы вел ни в коем случае не повредился в процессе перевозки. Важный момент, варантийная карта на саму раму, она обычно закреплена где-то на велосипеде на его раме. Ее обязательно нельзя провтыкать, потому что это очень важная штука, которая вам потом гарантирует замену рамы по гарантии, если вдруг, не дай бог, что-то произойдет. Все остальные документы и мелкие запчасти к велосипеду упакованы отдельно вот в такую коробку. Это обычная картонная коробка, здесь есть наклейка со всеми данными о велосипеде, такая же как и сбоку наклеена на коробке от велосипеда. Здесь в принципе указаны тоже и серийный номер рамы, и серийник самого велосипеда, ну естественно говоря размер колес и сама моделька велосипеда. Сейчас я немножко в замешательстве, потому что нож я забыл дома в других штанах, а чем-то эта коробка нужно открыть. Здесь внутри этой коробки у нас должны быть доки. Это мануальчик по сборке велосипеда, единый для всей линейки с любым велосипедом Cannondale. Там просто описывается, как велосипед собрать, как за ним ухаживать, что с ним делать, как на нем кататься. Есть также мануал для вилки RockShock, который здесь стоит на этом велосипеде, и с вот такой вот наклейкой. Ну и конечно же педали. Сразу хочу заметить, что педали, которыми комплектуются велосипеды, это не те педали, на которых можно было бы круто и долго ездить. Да, некоторые из них могут прожить достаточно долгое время и сослужить хорошую службу, но в идеале педали приобретать для нового велосипеда новые, потому что педали, которые тут в комплекте с велосипедом, это педали, которые рассчитаны на то, что вы на этом велосипеде прокатитесь, потестируете его в магазине, возле магазина. Также в комплекте идет эксцентрик для переднего колеса, грипса и набор светоотражателей катафотов. Ну пока это все оставим здесь в этой коробке, давайте достанем сам велосипед и нароем на нем warranty card. Это очень важный момент, который обязательно нужно учитывать при каждой сборке, как я уже говорил, и ее нельзя провтыкивать. Я уже ее нашел, она прикреплена к рулю, сейчас покажу. Так, в принципе, велосипеда упакован, как я уже говорил, достаточно круто, и вот он warranty card, его можно, в принципе, отсюда легко сдернуть со всеми упаковочными материалами, которые мы в итоге потом будем выбрасывать в мусор и протерять его. Поэтому я рекомендую его до сборки сразу найти на велосипеде, снять, положить куда-то в укромное место, чтобы вы знали, где он. Вот эта штучка, и я ее спрячу сейчас в коробку к педалькам и всему остальному. Ну что, в принципе, нам надо это все снять с него, всю упаковку, и можно приступать к сборке велосипеда. Мы поставим колесо, мы прикрутим руль, оденем грипсу, перекрутим педаль, и по большому счету велосипед у нас готов. Но нам останется его донастроить, если это будет требоваться. Ну, в принципе, для того, чтобы снять нам все эти упаковочные материалы, нам понадобятся великие ужасные кусачки и больше ничего. Два супер важных момента. Так как велосипед идет с гидравлическими тормозами, на переднее колесо не установлено, ротора нету. В переднем тормозе есть вот такая вот заглушка. Это нужно для того, чтобы колодки не свело, они не сомкнулись и не произошло беды, при которой вам потом отберется разводить. Поэтому пока вы не соберете велосипед полностью, пока вы не установите на место колесо, эту штуку оттуда вы доставаете, не рекомендую. И на будущее я бы рекомендовал вам ее оставить, сохранить, для того, чтобы, если вы будете где-то перевозить велосипед, в машине, в коробке, может быть, вы будете снимать переднее колесо, потому что это удобно. Снимается оно очень легко с помощью эксцентрика, и вы будете упаковать этот велосипед без переднего колеса, чтобы у вас не оставался калипер без заглушки. В принципе, туда можно заткнуть что угодно, любую там визитку сложенную в пару раз, этого будет достаточно. Но если у вас будет такая классная заглушечка, согласитесь, это будет круче. И второй момент, это распорка между бельев вилки. Вот такая пластиковая штука. В принципе, она тоже вам может пригодиться для перевозок, но для грузовых перевозок. Если вы будете куда-то везти велосипед, в коробке, в самолете, в поезде, может быть, будете сдавать его в багаж. Не помешает, потому что как бы хорошо вилку не паковали, вы видели, как она хорошо была упакована с завода, все равно какая-нибудь неприятность может произойти, поэтому такая вещь тоже может быть весьма полезной. Следующим ходом устанавливаем руль, на руль потом устанавливаем тормозную ручку, монетку переключения скоростей и грипсу. После этого уже будем ставить переднее колесо, проверять настройку переключателей и проверим еще натяжечку спицы. Очень часто задается вопрос, как правильно проводить гидролинию переднего тормоза снаружи вилки или изнутри вилки. Ответ прост, изнутри вилки, потому что если вы проведете ее снаружи вилки, может произойти нелепая ситуация, когда вы упадете с велосипедом, например, и стукните в вилку об камень в том месте, как раз именно, знаете, по доле случая, где будет проходить гидролиния. Это будет контакт и гидролинию можно перебить. В этом вся проблема, и поэтому правильнее проводить ее изнутри. Ну, производитель здесь изначально об этом озаботился, и он сразу ее пропустил по внутренней стороне вилки. Я видел случаи, когда механики специально достают ее изнутри, почему это проводят снаружи. Это неверно, не делайте так. Монетку с переключателем на руле лучше всего фиксировать после того, как вы намучаетесь с грипсой, потому что в противном случае вы можете не угадать с расстоянием до конца руля или до изгиба, и просто сделайте двойную работу. А сейчас мы с вами залезем в рулевую, проверим, насколько она хорошо смазана и правильно ли стоят подшипники. Ну, на самом деле, видим, что тут все ок, все смазано, все кольца стоят на месте, смазка есть, подшипники тоже устанавливаются правильно, и париться беспокоиться здесь абсолютно не о чем. Мы только ее сейчас настроим. Еще, кстати, немаловажный момент перед полной сборкой установкой переднего колеса. Я бы очень рекомендовал проверить затяжку болтов ротора переднего и снять заднее колесо, сделать то же самое. Для этого нам понадобится торкс, так называемая звездочка, с маркировкой Т25. То же самое сейчас мы проделаем с задним колесом. А еще у меня есть вот такой замечательный прибор, который мы сейчас проверим натяжение спиц на обоих колесах. В домашних условиях, конечно, чтобы это проверять, вам придется очень много денег выбросить на эту штуку. Поэтому мы сейчас с вами убедимся, что колеса, собранные из завода, имеют правильное натяжение спиц. И, в принципе, вам об этом беспокоиться в дальнейшем не стоит. Но! Есть такой момент, как первая обкатка велосипеда, на которой спицы могут сесть. И для этого существует первое ТО, которое нужно проходить после покупки велосипеда. Что касается натяжки спиц, все очень просто. По вот этой вот шкале нормально натянутая спица покажет 23-25. Ну, в принципе, все. Нам осталось самую малость. Поставить велосипед на колеса, немножечко протянуть рулевой, отрегулировать ее, чтобы я ставил ровный руль с выносом. И после этого всего мы проверим настройку передач и настройку тормозов. Еще мы чуть не забыли пригрузиться педали. Продолжение следует... В итоге мы имеем достаточно быстро собранный велосипед, уже готовый, готовый к эксплуатации. За счет того, что, в принципе, он идет уже готовым, настроенным, прямо с завода. Очень часто бывают такие случаи, когда хреново настроены тормоза, что-то там надо их подвести где-то, но это в основном касается механики. Иногда бывают какие-то там штуки с переключательными скоростей, но незначительные, опять же, чуть-чуть подтягивается трос, он уже начинает нормально работать. Хочу подытожить, что после покупки и после первой обтатки велосипеда его обязательно нужно привезти в мастерскую на первое ТО, либо же обслужить его дома самостоятельно. Дело в том, что велосипед абсолютно новый. Болты сядут, тросики потянутся, спицы тоже сядут. Это все нужно будет проверить и обязательно настроить. Может даже создаться на первых порах какое-то впечатление того, что у вас полностью расстроилась трансмиссия, он не хочет ехать, либо же может немножко повезти колесо. Это все нормально для первой выкатки или для какого-то первого там большого километража для велосипеда. Поэтому не бойтесь, обязательно привозите велосипед на ТО, в мастерскую, особенно если вы приобретали велосипед в нашей сети, вы прекрасно знаете, что обслуживание в течение первого года с момента покупки у нас бесплатное. На этом у меня все и всем пока, увидимся.